Всем привет! С вами снова я, Настя. Сегодня у нас 28 мая, соответственно, у меня сейчас уже 34 недели беременности, один день. Так как скоро у меня ГОСА, а также защита дипломов, все это у меня будет в один день. Получается, у меня будет как раз на данный момент 35 неделек. И из-за того, что я могу родить раньше, я решила собрать сумки в роддом пораньше. Кто знает, мало ли вдруг я рожу на 36-й, либо на 37-й неделе беременности. Покажу вам две сумки в роддом. Одна очень большая, вторая поменьше. Снимаю я сегодня у нас фон улицы, дождик, и ко мне приходит мой веселый друг-пёс. Ну, вы его будете только слышать, но не видеть. Итак, поехали. Начнем с первой сумки в роддом. Она у меня прозрачная, небольшая. И, соответственно, папка с документами и телефон. Торди, фу. Ну, понятное дело, телефон, зарядка, это нам всем необходимо для связи с внешним миром. По поводу документов. У меня здесь находятся все мои документы. Паспорт, НИЛС, полис, точно так же обменная карта и сертификат народа. Когда давай сертификат. Соответственно, у меня здесь ксерокопия. Все мои УЗИ, которые я делала в платной клинике. Так же выписка из стационара. Вот. И мои скрининговые анализы. Далее. У меня не очень большая сумка первая, потому что там при поступлении нужен вообще минимум. И то я переусердствовала, мне кажется. Начну, пожалуй, с поступления в роддом. Соответственно, я взяла впитывающие пеленки. У меня здесь сразу пачка. Здесь, по-моему, 5 штук идет как раз. Не знаю, понадобятся они мне вначале или нет. Если вдруг нет, то я просто отдам мужу. Не знаю, я переложу, оставлю их на попозже. Далее. Здесь также у меня пока еще не знаю, насколько быстро начнутся роды. Либо мне положат заранее. У меня здесь уже готов сразу наборчик для ванны, скажем так. Точно так. Такой набор, в принципе, баночки вы можете купить в Ревгоше. Они стоят, по-моему, порядка 300 рублей. Очень дешево. Здесь у меня уже сразу идет мицеллярная водичка. Также гель для душа. А, нет. Шампунь. Шампунь, бальзам. Далее крем для лица дневной. Кенка для умывания. Тональный крем. И с обратной стороны здесь ложечка для, скажем так, выскребания всего этого дела. Ватные диски и палочки. И гигиеническая помада. Я не уверена. Если меня просто раньше не положат, я это переложу в вторую сумку и буду пользоваться так. Понятное дело, нужны моющиеся тапочки. Поэтому я купила простые тапки в Окея. Ну, можете купить перекресток. В перекрестке не купаю Окея, перекресток, всякие Ашаны. Там продают такие тапки. Я просто такие тапки не ношу. Поэтому было немного непривычно выбирать, там искать. Обычные розовые тапочки, моющиеся. Также я, не знаю, буду брать ли с собой еще шлепки для того, чтобы, ну, просто была смена на обувь. В одни душ принимать, а в других ходить. Точно так же, так как я не знаю, выдадут мне сразу ночную рубашку, скажем, родовую рубашку, либо попозже. Я в этот же пакет положила свою, скажем так, ночнушку. Немного помялась, ну, так всегда. Покупала я, кстати, ее, она на пуговках, покупала я ее в пренатале. Она стоила на скидках уже в порядком тысячи рублей, потому что за какую-то ночнушку, которую я похожу на максимум там в роддоме, еще пару месяц максимум дома, не знаю, давать две тысячи я как-то не очень хотела. И халат обычный с запахом. Вот цветочек, я просто не буду его раскладывать. Ой, его можно тоже легко найти. В принципе, не обязательно покупать в специализированных магазинах, вы можете купить в более дешевых. Он мне обошелся в 700 рублей, по-моему, или в 600. И в этот же пакет, у меня все по пакетикам, чтобы все было стерильно, я положила сразу бюстгалтеры после родовые. Просто если мне разрешат все это оставить с собой, то одеть ночнушку, то, соответственно, у меня все будет лежать в первой сумке. Если нет, то я положу все во вторую сумку и таким образом, ну, просто да, мужу он положит. Покупала данные бюстгалтеры в детях. Здесь то же самое, что в матке, в пренатале. Снимается растежечка, там открывается грудь. Дело в том, что данные лифчики, ну, я считаю, что максимум, ну, для меня они неудобные, потому что они плохо держат объем именно у большой груди. И во многих магазинах продают именно бюстгалтеры на маленькую грудь. Соответственно, если у вас размер уже D, у вас грудь все равно увеличится на пол размера, на размер у кого как с приходом молока. Соответственно, мне нужно было чуть длиннее, но сила того, что их трудно найти, нормальные, удобные, то я взяла себе D, проверяла как. Можно проверить. Вы засовываете ладошку в лифчик, и если у вас спокойно помещается ладонь в бюстгалтере, то все нормально. Вы вползете в него, скорее всего. И второй у меня бюстгалтер, он уже с косточками. Он мне больше все понравился, потому что он держит грудь. Более, по крайней мере, лучше смотрится, чем без таких костных, такие, да, все просто тряпочные. Ну, как предыдущий, допустим, ладончик, там не было косточек. И все то же самое, опять же, расстегивается, и можно спокойно кормить малыша. На самом деле, как бы, я надеюсь, что я быстро пронараблюсь таким сгалтером. В принципе, стоило тоже они порядком 1200-1300. Это дешевле, чем покупать, допустим, в Мадаке. И, к тому же, мне нужны были широкие лямки. Если у вас большая грудь, то рекомендую покупать именно широкими лямочками, чтобы вам было удобно. Итак, ребят, перейдем к самой огромной сумке. Я даже, мне кажется, ее не подниму. Сумка, точнее, пакет, потому что в роддом все-таки максимум разрешает либо прозрачные сумки, как моя первая, либо же пакеты. Тканевые сумки, рюкзаки, ничего нельзя. Поэтому моя вторая сумка, это мой огромный пакет просто из дипси. Не знаю, получится поднять, нет. Ну, чтобы вы понимали, да, габариты. Соответственно, она огромная. Здесь вещи для меня и для малыша. Единственное, что третью сумку в роддом, которая на выписке, я не буду показывать, потому что видео, если меня будут выписывать, мы, скорее всего, снимем сами. И вы увидите конвертик. Вот, и в чем буду я, потому что я еще этого не купила для себя. Сразу сделаю поправку. В данную сумку, соответственно, не входит косметика именно для лица, потому что это будет все уже в сумку на выписку. Я накрашусь сразу, я особо не буду там стараться. И по поводу одежды я просто скоро сдаю госы. Соответственно, мне нужна более-менее так красивая, не простая там джинс или какого-нибудь джинсовая плазица. Нет, мне нужна красивая, но при этом скромная одежда. Соответственно, я ее буду покупать и, наверное, в ней пойду уже на выпуск. Ну что ж, начнем. Там море. Думаю, вы замучаетесь. Продолжу, пожалуй, именно посредством ухода, потому что вы видели мою маленькую косметичку именно гели-шампуни. Я просто ее, если что, переложу. Соответственно, туда дальше же входит зубная щетка, паста. Пасту я взяла детскую, небольшую, потому что все, которые взрослые, нормальные пасты, они огромные, мне она настолько вреда не нужна. Соответственно, я приеду домой, у меня там уже своя щетка и своя паста. Поэтому я взяла такую детскую на один, скажем так, на вот эти три дня. Попользоваться и выкинуть. Далее, станочки. Они не были прописаны, но, соответственно, ноги брить надо. Остальные части тела тоже брить надо. Вот, поэтому я беру с собой. Также хозяйственное мыло. Многие пишут, многие делают обзор, то, что оно хорошо подсушивает именно шовчики, поэтому, я думаю, затянется все намного быстрее, на всякий случай взяла. Единственное, что мне не нравится, его запах. Ну, посмотрим. И также сразу туда же Меделла, это крем Порелан 100 для груди. Я им пользуюсь и сейчас, чтобы грудь не пересыхала, как вы понимаете, не сушилась. И буду пользоваться им в роддоме, потому что он густой, его хватает очень на много времени. Мне кажется, я еще им полгода точно пользоваться буду. Сразу же я взяла полотенечко маленькое для малыша, если он будет срыгивать, чтобы вытирать было удобнее. Также у нас там не указано, но, во всякий случай, я взяла как про запас. У меня тоненькая пеленочка и хэбэшная такая, плотненькая. Скорее всего, будут выдавать все пеленки там, но на всякий случай я взяла две, если что, мне подвезут побольше. Также я взяла полотенце для умывания для лица и обычное банное большое полотенце. Сейчас будет очень смешно, многие, наверное, удивятся. Итак, многие мамочки делают обзор, что они берут с собой послеродовые трусики, пачечку, в которой находятся пять штучек, либо три штучки, и они как бы, ну, считают это достаточно. Для меня одноразовые трусы, это одноразовые. Соответственно, если вы сходили в туалет, вы их сняли и выкинули, и одели новые. Поэтому ради гигиены, чтобы не мучиться, не просить, не бегать в аптеку, не просить мужа привезти мне, я беру сразу много. У меня пилигрин, покупала в кораблике, здесь сразу идет пять пар. У меня таких штук, ну, коробок именно три, соответственно, это 15 штук. Далее я взяла от Хартман, здесь идет, по-моему, одни трусики, одна штучка. И также я купила более такие, знаете, не шортами, а так обычные трусы в Пренатале. Здесь идет четырех парах. Почему так много? Потому что каждый раз, когда ты сходишь в туалет, лучше выкинуть эту прокладку вместе с этими трусами. Потому что я считаю, что это такое одноразовое. Одноразовое, значит, на один раз, соответственно, я не буду, ну, как бы... Мне не жалко потратить там вот эти деньги, выкинуть и потом не бояться что-нибудь подцепить. Также, опять же, у меня здесь еще одна пачка пеленок. Здесь уже пеленочки поменьше. 60 на 40, те были 60 на 60. 60 на 60 это для себя подкладывать их в постель, либо когда у меня будут ходить воды, на всякий случай. И вот эти маленькие 60 на 40, они для пеленального столика, когда надо будет под малыша положить, поменять ему памперс. Здесь пять штучек. По этому поводу я особо не заморачивалась. Далее. После того, как, соответственно, выродите, туалетной бумагой лучше, конечно, самой именно не пользоваться, потому что она более жесткая. Поэтому я взяла себе влажные такие, влажную туалетную бумагу. В принципе, здесь, я думаю, мне хватит пачки, но если что, мне еще привезут. Почему влажные? Они более мягенькие, не пересушивают. Если что, там не так страшно будет задеть чувствительные места. Также сразу для малыша и для себя у меня здесь одна пачка, но у меня есть еще там три в запасе. Влажные салфетки. Потому что первое время я все-таки думаю, по крапу почек не заживет, я не хочу купать малыша. Я побаиваюсь. Именно, ну, занесли в модификацию, все-таки вода, она не всегда такая чистая. Вот, поэтому я планирую первое время все-таки подтирать малыша попку именно влажной салфеточкой. Если что, не из того, чтобы мыть, просто обтирать малыша влажной полотенцей. У меня уже падает все. По поводу прокладок для трусов. У меня самые эти огромные, здоровые, послеродовые. Соответственно, это пачку я беру целиком, потому что неизвестно, как у вас там будет лить все. Там 10 штук в одной коробке. Они одноразовые, соответственно. Сразу летят в помойку. И у меня Хелен Харпер, тоже прокладочки. Здесь 12, там 3 капли. Эту пачку я как раз рассчитываю, что уже на день третий, у меня как раз на второй все будет хорошо. И на выписку мне максимум понадобится она такая штучка. Также прокладки для груди. Тоже от Хелен Харпер. Тоже целая пачка. Здесь 30 штучек. Соответственно, потом, если что, я уже куплю новые. Это пока вот для роддома как раз. Беру одну упаковку, я думаю, мне будет вот так вот. Еще зависит от того, как молока будет. Также, на всякий случай, уже именно для малыша, я взяла жидкое мыло. Крем мыло, я думаю, если что подойдет и мне, но без запаха, нежный уход. И под памперс я взяла присыпку крему. Как раз я показывала в покупках. Соответственно, если что, будем пользоваться им. И осталось последнее, что показать. Это памперсы и одежда для малыша. Предпоследнее, что осталось, это памперсы и одежда. По поводу памперсов, я, кстати, думаю, какую пачку все-таки взять. У меня памперс премиум кеа. Это единичка. От 2 до 5 килограммов. Я все-таки думаю взять пока его, потому что здесь вырезка для пупка есть, для новорожденных. И говорят, что он получше впитывает ночью, по крайней мере. Так что там, где спинка, так как тянущаяся часть, то высыхать будет быстрее. И у меня как раз есть памперсы Мэрис. Я их показывала тоже в покупках. Здесь все-таки на 5 килограмм, до 5 килограммов. Так как тут все-таки как-то, ну, с размером неизвестно еще пока что. Я не знаю, насколько крупенькие мы будем. Поэтому все-таки я, наверное, возьму памперс. И если что, мне подвезут уже Мэрис. На сайте Рудома, в который я собираюсь поехать, это Рудом номер 17, у нас как раз указано, ну, как по минимуму, допустим, одежда для малыша, там указано только чепчик, носочки и антицарапки. Но так как у нас знакомая рожала в этом Рудоме не так давно, 2 месяца назад, то она рассказывала, что, в принципе, разрешают и одежду, бодики там всякие. Поэтому я взяла на всякий случай еще и бодики. Если что, как раз одену малыша. По поводу, кстати, после родового бандажа, почему я его не показываю? У меня бандаж, он дородовый. Честно скажу, мне его неудобно носить вообще никак, но что малыш находится у меня низко. И когда я одеваю бандаж, у меня все время возникает, ну, через 10 чувствую, что я прямо придавливаю голову ребенка. Поэтому я его пока не ношу. И он у меня жесткий. Поэтому после родового, если даже буду носить, то только когда ходить, либо когда лежать. Потому что сидеть в нем просто невозможно. И также на выписку сразу оговорюсь, я возьму специальные утягивающие трусы бандажные, чтобы, если что, приводить живот в порядок уже сразу. Ну что ж, покажу вам парочку. Милых вещиц, которые мы взяли, точнее, которые я взяла в роддом. Буду брать. Это носочки. Носочки у нас маленькие, хорошенькие. Как вы понимаете, ножка у него малюсенькая. Я беру для малыша три пары. Для себя я возьму тоже три пары. Причем беленькие носочки, чтобы если вдруг я попаду в больницу раньше, у меня будет только пока раскрытие воды не отойдут. По носкам можно, кстати, понять, как у вас отходят воды, если они у вас подтекают. Потому что у вас носки станут аленькими такими. Три пары носочков, две пары антицарапок и чепчик. Такой у нас простой, маленький. И шапочку. На самом деле, так я буду рожать, и будет уже тепло. То я думаю, все эти чепчики нам особо не понадобятся. Но на всякий случай возьмем. Все, соответственно, я складываю в отдельные пакетики. У меня все расспасовано, чтобы ничто не соприкасалось, чтобы не перестирывать. Для малыша же из одежды, так как я не знаю, насколько жарко будет, на каких габаритах мы пока родимся, я взяла два легких бодика. Это если будет очень душно в роддоме, и маленькие. Это, по-моему, вообще 50-56. Простенький. Такой у нас желтенький. Здесь 62, побольше как раз. Также рыбачки, которые я вам показывала, это размер 50. Я просто еще не знаю, насколько мы большие-небольшие, влезем-не влезем. Эти рыбачки уже как раз садятся рапками. Если что, мне просто будет удобнее, чем одевать сарапки, если он будет постоянно их снимать. Также под кофточку, ну, здесь беленькая, я вам показывала беленькая с инопланетянином, я ей беру просто две. И взяла две пары ползуночков. Как раз тоненькие, хлопчатые, чтобы, если что, чтобы он не голенький лежал. И одну боди длинную. По поводу костюмчика на выписку, у нас, кстати, конверт, туда входит только чепчик, конверт и чепчик. Поэтому кофточку вводит, мы будем сами выбирать, уже в зависимости от размера малыша, какой он будет, что ему больше подойдет. Пожалуй, на этом все. В этих сумках не хватает пока только носков. в первой сумке бутылки воды, потому что воду я куплю попозже, еще пока очень рано. Я думаю, я займусь как раз водой, носками и косметичкой. Ну, как бы, соответственно, одеждой для выписки уже вот как раз в понедельник, ближе к госэкзамену, чтобы мне быть как раз уже в форме. Пожалуй, на этом все. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал.